Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет об американском штурмовике A6 Intruder. В свое время это был очень удачный штурмовик-бомбардировщик, который с успехом применялся во время войны во Вьетнаме и был в некоторых аспектах революционным, за что в США его полюбили и даже сделали героем некоторых фильмов. Расскажу историю создания A6 о его возможностях и модификациях. Это касается в том числе версии EA-6B Proler. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! История штурмовика A6 Intruder, что дословно переводится как «нарушитель», началась еще в средине 50-х годов. Одни говорят, что США сделали выводы после Корейской войны, а другие же говорят, что в целом пришло время создавать новый штурмовик, который бы имел более широкие возможности, чем, например, тот же A4 Skyhawk от компании Douglas. В целом, обе версии здесь верны. В США искали возможности либо модифицировать существующие штурмовики и бомбардировщики, или создать за относительно небольшие деньги новый. Одно из главных желаний было сделать новый самолет всепогодным, который может выполнять миссии как днем, так и ночью, чтобы он мог взлетать и садиться на коротких взлетно-посадочных полосах, а также с авианосов, и чтобы мог нести ракеты и бомбы, в том числе ядерные бомбы. Также были желания, чтобы он мог действовать на сверхмалых высотах. То есть, хотели получить такой себе штурмовик-бомбардировщик, коим в итоге стал А6. Запрос на новый штурмовик был озвучен ВМС США. Забегая наперед, стоит сказать, что он использовался только военно-морскими силами и корпусом морской пехоты США. На вооружении ВВС США его никогда не было. В 1956 году были выставлены требования, что хотят видеть в новом штурмовике. И штука была в том, что первоначально ВМС США хотели не проводить конкурс, а отдать проект одной компании. Однако позже их убедили, что лучший результат будет в том случае, если новый самолет будет разрабатываться на основе конкурса. Собственно, так и сделали. Был объявлен конкурс, в рамках которого приняли участие 11 компаний. Им выдали чертежи, согласно которых надо было предоставить свои проекты. После ознакомления с проектом, в конкурсе осталось только 8 компаний. Груман, Боинг, Вод, Мартин, Белл, Локхит, Норс Американ и Дуглас. Как часто бывает, некоторые компании представили неожиданные решения. Как, например, компания Белл. Они представили версию самолета с вертикальным взлетом и посадкой. А такая разработка тогда бы затянула на немалую сумму денег. Все 8 компаний довольно быстро представили свои проекты, согласно выданной спецификации. Два месяца ушло на проектировку. Четыре компании, собственно, Дуглас, Боинг, Вод и Мартин, представили по два проекта. Один вариант штурмовика с турбореактивным двигателем. И один вариант с турбовинтовым двигателем. Про то, что представила компания Белл, я уже сказал. И три компании, Локхит, Норс Американ и Груман, представили по одному проекту. Причем первые четыре компании представили варианты только с одним двигателем. А ВМС хотели, чтобы штурмовик имел два двигателя. Что позволило бы ему лететь с максимальной скоростью не менее 1000 км в час. Поэтому проект компании Белл отпал, как и все варианты штурмовиков, с одним двигателем. В этой компании наиболее интересный проект предложила компания Груман. У них на стадии проектирования было несколько вариантов того, каким может быть новый штурмовик. Но в итоге они остановились на варианте Груман модель 128 или просто G128. Концепция подразумевала создать штурмовик с двумя турбореактивными двигателями. Pratt & Whitney J-52P-6A со среднерасположенным стреловидным крылом, с кабиной на два члена экипажа, пилотом и оператором вооружения, с абсолютно новой авионикой, которую планировали специально для этого штурмовика разработать, и однокелевым хвостовым оперением. В итоге в 1957 году конкурс заканчивают и объявляют его победителя. Компания Груман со своим проектом G128 становится победителем этого конкурса. И уже в январе 1958 года ВМС США заключают контракт с компанией Груман на разработку нового штурмовика и создание четырех прототипов. После того, как контракт был подписан и началась разработка, проекту присвоили индекс YA2F-1 и дали прозвище «Интрудер». Я ранее уже говорил, что очень уповали на то, что весь проект не будет стоить слишком дорого, поэтому рекомендовали использовать компоненты, которые были бы проверенными, и не надо было бы их разрабатывать с нуля. Однако для того, чтобы можно было удовлетворить запрос по части возможности штурмовика, выполнять боевые действия не только днем, а и ночью, и использовать широкую номенклуатуру вооружения, нужно было разработать новое прицельно-навигационное оборудование. И действительно, по этой части в тот период был совершен прорыв. Была разработана новая система DIANE. Расшифровывается название как Digital Integrated Attack Navigation Equipment, а дословно переводится как цифровое интегрированное навигационное оборудование для ведения огня. Это был целый комплекс, который включал не только бортовое оборудование, а и ряд других компонентов. Это цифровой вычислитель ASQ-61A, автоматическая система управления полетом ASW-16, которая позволяет стабилизировать штурмовик для того, чтобы можно было лететь на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. В дополнение было установлено сразу два радара. На тот период весь этот комплекс был очень инновационным и давал широкие возможности будущему штурмовику. Еще что было сделано. Пилота и оператора вооружений разместили в кабине рядом друг с другом. Перед ними установили приборы, на которых они видели информацию о целях в любую погоду и любое время суток. Использование этого комплекса со штурмовиком позволяло в дальнейшем использовать штурмовик для корректировки других самолетов для нанесения ударов по целям. В 1959 году ВМС США запросили еще четыре прототипа. И план был таков, что первые четыре прототипа будут поставлены в 1960 году, а следующие четыре прототипа будут поставлены в 1961 году. В целом, так все и случилось. Но тут надо еще уточнить про один момент. Параллельно с разработкой штурмовика YA-2F-1, начиная с 1962 года, компания Груман предложила ВМС вариант самолета радиоэлектронной борьбы. Военно-морские силы согласились, и компания начала разрабатывать версию штурмовика, которая получила индекс YA-2F-1Q. И в итоге он станет хорошо известным самолетом радиоэлектронной борьбы ЕА-6Б «Проулер». О нем я тоже отдельно еще скажу. И в этот же период компания представила версию штурмовика G-128B, который по своим характеристикам мог бы осуществлять разведку и нести вооружение. Эту версию компания Груман предложила ВВС США. Однако военно-воздушные силы отказались от такого предложения. В 1960 году первый образец был готов, и его отправили на испытания. 19 апреля 1960 года был совершен первый полет на YA-2F-1. У первой версии была еще одна особенность в конструкции. Были установлены поворотные сопла двигателей, которые могли отклоняться вниз примерно на 23 градуса. А вот сами двигатели были установлены под углом в 7 градусов к продольной оси самолета. Возникающая дополнительная подъемная сила уменьшала посадочную скорость на 18 км в час. Это должно было позволить садиться на более короткие посадочные полосы за счет меньшей скорости. Первый и второй прототипы использовали такой принцип. Однако стало очевидным, что скорость незначительно уменьшается. А вот масса всего штурмовика становится значительно больше. Поэтому после второго прототипа решили отказаться от такой конструкции, что позволило уменьшить массу самолета. На первых прототипах использовали двигатель Pratt & Whitney J52P6A с тягой в 3855 кг сила. Более ранняя версия этого двигателя использовалась на ракете AGM-28 Hound Dog. Это еще одна была из причин, почему именно его и взяли. Он был проверенным и понятным для использования. Но вот уже на последующих прототипах и в итоге на серийных версиях начали использовать двигатель Pratt & Whitney J52P8A с тягой 3900 кг сила. Что еще было конструктивно сделано? Крыло оборудовано предкрылками и закрылками по всему размаху. На нем не осталось места даже для элеронов. И управлением по крену занимаются интерцепторы. Первые три прототипа, которые поступили в 1960 году, не оснащались вооружением. Проводили испытания сугубо летных возможностей. Вот уже четвертый прототип был полностью укомплектован. В 1961 году поступают еще четыре прототипа. И все восемь прототипов испытывают до 1962 года, включая взлет и посадку на авианосце. До конца 1962 года еще 12 прототипов было создано и отправлено на испытания. И тут я еще напомню, что параллельно проводят проектировку версии штурмовика радиоэлектронной борьбы YA2F1Q. Эта версия впервые поднимется в воздух в 1963 году. А вот испытания версии YA2F1 были завершены в первой половине 1963 года. Штурмовику присваивают индекс А6, а позже с появлением последующих модификаций индекс будет А6А. А вот версия радиоэлектронной борьбы получит индекс ЕА6, а позже это будет ЕА6 с появлением версии ЕА6Б. Начинается серийное производство штурмовика и поставка его в МС и Корпус морской пехоты. Базовая версия производилась до 1970 года. И за этот период, включая прототипы, было произведено 488 самолетов. А вот с учетом всех модификаций было произведено 687 самолетов. Как только А6 был готов и достаточное количество штурмовиков попало в МС США, их сразу же отправили во Вьетнам, где он и сделал себе неплохое имя. Успешно там его применяли именно ночью. В этом плане он был довольно эффективным, а особенно учитывая возможность использовать на пяти узлах подвески одновременно до 28 бомб и не только. Еще применяли А6 в Ливане, Ливии и в Ираке. В ходе операции «Буря в пустыне» его тоже успешно применяли, в том числе для уничтожения систем ПВО. Окончательно сняли с вооружения А6-интрудер в 1997 году. В этой же части добавлю о тех недостатках, которые были у А6, перед тем, как перейду к параметрам и возможностям штурмовика. Когда его отправили во Вьетнам, стала очевидна одна существенная проблема, из-за которой было потеряно несколько штурмовиков. Она касается пилонов, на которые были подвешены бомбы. Они были выполнены настолько неудачно, что сразу после сброса бомб бомбы ударялись друг об друга и происходила детонация, из-за чего было уничтожено порядка трех штурмовиков. Принялись дорабатывать этот аспект. Сугубо для статистики. К 1972 году все штурмовики А6 были выведены из Вьетнама. За этот период военно-морские силы и корпус морской пехоты потеряли 67 штурмовиков А6А. И 11 штурмовиков были уничтожены либо по выше названной причине, либо из-за других аварий. Вторая проблема возникла из-за хваленной прицельной системы DIA-NE. Да, с ней штурмовик мог лететь на сверхмалых высотах и очень точно поражать цели. Но система была крайне ненадежной. Она часто выходила из строя и требовала технического обслуживания. Из-за этого во Вьетнаме только треть всех штурмовиков могли одновременно участвовать в боевых действиях. Остальные были в ремонте. Следующая проблема была связана с обучением оператора вооружения. Подготовка его требовала значительного времени, потому что ни на каких других самолетах такая система не использовалась. В МС США пытались приобрести специальный тренажер, чтобы обучать своих операторов, так сказать, не на боевых моделях. Однако это желание не увенчалось успехом. Только в 1967 году удалось организовать первый учебный центр, где появилась возможность обучать не только операторов вооружения, но и пилотов А6. Было сделано несколько модификаций этого штурмовика, чтобы дать ему улучшенные возможности. О них я еще скажу. Но начну с базовой версии, что в целом собой представляет этот штурмовик и каковы его возможности. Для изготовления фюзеляжа взяли алюминиевые сплавы. И для того, чтобы можно было установить две РЛС, носовую часть сделали довольно-таки объемной, где размещаются антенны. Среднерасположенные стреловидные крылья имеют стреловидность в 52 градуса. Установлено два двигателя Pratt & Whitney J52P8A с тягой 3900 кг сила. Крылья сделали складными, чтобы можно было использовать штурмовик на авианосцах. В длину А6 16 метров 69 сантиметров. Размах крыла 16 метров 15 сантиметров. Когда крылья сложены, длина крыльев составляет 7 метров 72 сантиметра. В высоту штурмовик 4 метра 93 сантиметра. Он имеет пять узлов подвески. По два узла под каждым из крыльев и один узел под фюзеляжем. В кабине слева размещается пилот, а справа от него размещается оператор вооружения. Причем кресло оператора расположено чуть глубже, чем кресло пилота. У оператора вооружения нет органов управления штурмовиком. Ранее я говорил про установленное прицельно-навигационное оборудование DIANE и те компоненты, которые сюда входят. Что еще тут есть? Это инерциальная навигационная система AN-ASN-31. Она позволяет определять положение самолета в пространстве. Установлен доплеровский измеритель скорости и сноса APN-153. Установлено два радара. Поисковый радар Norden AN-APQ-92. Он предназначен для обнаружения и сопровождения целей и обеспечивает атаку по ним. Он выдает дополнительную навигационную информацию в систему DIANE. Второй радар – это специальный радар AN-APQ-112. Он служит для автоматического сопровождения точечных целей и картографирования местности впереди самолета. Еще тут установлен радиоприемник, система опознавания свой-чужой, автоматический пеленгатор и система предупреждения о радиолокационном облучении. Большинство систем сведены в один блок, который находится в отсеке оборудования за кабиной пилота. И установлена штанга для того, чтобы можно было осуществлять дозаправку А6 в воздухе. Пустой штурмовик весит 12 515 килограмм, а максимальный взлетный вес составляет 26 580 килограмм. Заливать топливо во внутренние баки можно на 7 230 килограмм, а на узлах подвески можно еще устанавливать до 5 внешних топливных баков на 4560 килограмм. Максимальная грузоподъемность составляет 8 165 килограмм. Штурмовик может лететь с максимальной скоростью в 1035 километров в час, а вот крейсерская скорость составляет 765 километров в час. Лететь А6 может на максимальной высоте в 12 925 метров. На одном двигателе этот показатель составляет 6400 метров. Максимальная дальность полета без использования внешних топливных баков составляет 1620 километров, а перегонная дальность составляет 5220 километров. Набирать высоту штурмовик может при использовании двух двигателей со скоростью 2325 метров в минуту, а при использовании только одного двигателя со скоростью 645 метров в минуту. Перегрузки он может выдерживать до 6,5 g. У пилота и у оператора вооружений первоначально были установлены катапультные кресла Martin Baker Mark V. Особенность их была в том, что можно было катапультироваться только когда штурмовик летел на скорости не меньше 185 километров в час. Позже были установлены кресла Martin Baker Mark VII, которые уже позволяли катапультироваться, даже если штурмовик стоит на месте. У А6 имеется трехопорное шасси. А вот при использовании штурмовика на авианосцах сзади устанавливали тормозной крюк. Кто смотрел обзор на другой американский штурмовик, который был уже после интрудера А-10 Thunderbolt 2, те знают, что у бородавочника установлена мощная пушка, которой он и славится. Кто не видел этот обзор, ссылка будет в описании. У А6 нет вмонтированной пушки. Бомбы и ракеты размещаются исключительно на узлах подвески. Тут, как я уже сказал, их пять. И довольно часто на подфузеляжный узел вешали дополнительный топливный бак. А уже на четыре других узла – бомбы и ракеты. Но это было не обязательно. Можно было использовать все пять узлов под вооружение. Из ракет можно было использовать AGM-12 Bullpup, AGM-45 Shrike, AGM-62 Volley, AGM-123 Skipper 2. Из бомб можно было использовать GBU-10, 12 и 16 Payway с лазерным наведением, ядерные бомбы B57 и B61, до 22 бомб Mark 81 и Mark 82, до 10 бомб Mark 83 и 3 бомбы Mark 84, до 22 кассетных бомб Mark 7 и Mark 20 Rock-I, до 28 бомб для удаленного минирования CBU-78, до 20 бомб Mark 117 и до 22 бомб Mark 77 Напалм. Кроме того, можно было устанавливать пусковые установки под неуправляемые ракеты, например, под такие как Дзуни. На часть из вышеназванных бомб и ракет уже выходили обзоры на канале. Ссылки будут в описании к этому видео. Помимо базовой версии А-6А, было сделано ряд модификаций штурмовика, но далеко не все из них были успешными. Уже во время войны во Вьетнаме появляется версия А-6Б. Главное улучшение коснулось вооружения. Этой версии дали возможность использовать ракеты AGM-78 Standard ARM вместо AGM-12 Bullpup. До версии А-6Б было модифицировано 19 самолетов версии А-6А. Следующая версия – это А-6С. Оснастили штурмовик системой FLIR для того, чтобы можно было более точно наводиться на цели в ночное время. До такой версии было модифицировано 12 самолетов А-6А. Следующая версия – А-6Д, которую хотели заказать в МС США, так и не случилось. Вместо нее штурмовик модифицировали до версии КА-6Д. Это воздушный дозаправщик. Оснастили всем необходимым оборудованием, чтобы можно было другие штурмовики и не только дозаправлять в воздухе. 78 самолетов А-6А модернизировали до этой версии. Следующая версия – это А-6Е. Это самая современная версия штурмовика, которую и использовали, пока А-6 не был снят с вооружения. Было создано порядка 120 штурмовиков в этой версии. И еще 240 штурмовиков в версии А-6А модернизировано до версии А-6Е. Про нее я расскажу в отдельном разделе. Следующая версия – А-6Ф. Она оказалась провальной. Было создано всего три прототипа и все. В серию она не пошла. Планировали установить новый двигатель, обновить авионику и дать возможность использовать более современные ракеты класса воздух-воздух. Однако ВМС США решили обратить внимание на программу А-12. И поэтому от этой версии отказались. Хотя результат программы А-12 тоже был незавидным. Еще позже решили сделать более дешевую версию А-6Ф. Это А-6G. Но так и ни одного прототипа и не было сделано. Отдельно стоит остановиться на версии А-6Е. Потому что ее значительно доработали по сравнению с базовой версией. В 1970 году производство версии А-6А прекратили. А с 1971 года началось серийное производство версии А-6Е. Внешне сложно отличить базовую версию от этой версии. Но это только внешне. Одним из улучшений стала установка двух новых двигателей. Pratt & Whitney J52P8B. Двигатели получили незначительные улучшения по сравнению с версией 8А. И тяга тут такая же осталась. Главные улучшения коснулись авионики и всей начинки в целом. Установили новый радар AN-APQ-148 вместо двух радаров, которые использовались на базовой версии. Новую цифровую систему обработки информации AN-ASQ-133. И установили новую инерциальную навигационную систему AN-ASN-92 вместо AN-ASN-31. Были еще под версией у А-6Е. Одна из них получила обозначение А-6Е-TRAM. TRAM расшифровывается как Target Recognition and Attack Multisensor. Это оптоэлектронная мультисенсорная система распознавания и поражения целей. Систему установили, чтобы со штурмовика можно было обнаруживать и распознавать цели, которые находятся на земле в любое время суток. И этот комплекс предназначен для наведения ракет с лазерным наведением. Датчики расположены под носовой частью фюзеляжа. Сегодня аналогичное расположение датчиков часто можно увидеть на беспилотниках. Можно было подобные системы установить в подвесных контейнерах и разместить на пилонах. Однако, это могло повлиять на летные характеристики штурмовика. Поэтому было принято решение разместить датчики в носовой части. В этой версии еще установили новый многорежимный радар AN-APQ-156. Новую цифровую систему обработки информации AN-ASQ-155. До средины 80-х годов все штурмовики версии А-6Е были модернизированы до версии А-6Е-Трам. Далее появляется еще одна подверсия – А-6Е-Свайп, где свайп расшифровывается как System Weapon Improvement Program. Эта модернизация позволила уже штурмовику использовать ракеты AGM-65 Maverick, AGM-84 Garpoon, AGM-84 Slam, AGM-88 Harm. И можно было использовать одновременно до двух ракет AIM-9 Sidewinder. На эти ракеты тоже есть обзоры на канале. Ссылки будут в описании. Также тут установили новую авионику, установили GPS-приемник и новые дисплеи для оператора вооружения. В конце 80-х годов начали работать над модернизацией А-6Е. Хотели улучшить крыло штурмовика, потому что считали, что в этом аспекте его явные недостатки. Изготовили новое крыло из углепластика. Такая версия сперва получила обозначение А-6Е Upgrade, а затем А-6Ф. Помимо замены крыла, хотели улучшить авионику и установить пару новых двигателей – General Electric F-404. Подверглись модернизации всего три штурмовика А-6Е. И на этом было все. Уже через год эту программу отменили. С 1997 года А-6Е был отправлен на пенсию. Говоря о более современной версии самолета радиоэлектронной борьбы ЕА-6Б «Проулер» нужно начать с базовой версии ЕА-6А. Базовая версия не была настолько универсальной и эффективной, как впоследствии «Проулер». Но еще во время военных действий во Вьетнаме показала свою эффективность и важную роль на поле боя. Я в части истории говорил, что работать над этой версией штурмовика начали параллельно с базовой версией. За основу взяли А-6А и доработали его, сделав фюзеляж длиннее и усилив крылья. Потому что все системы постановки помех и антенны увеличили значительно общий вес самолета. Поэтому еще и надо было установить пару новых двигателей. В 1966 году ЕА-6А принимают на вооружение и отправляют во Вьетнам. Всего было произведено 12 самолетов в этой модификации. И в том же году уже работали над улучшенной версией. Потому что активно развивались и зенитные ракетные комплексы, и новые радары. А значит, надо было разрабатывать новые системы постановки помех и подавления радиосигнала. Особенно это было актуальным для авианосных групп. ЕА-6А во Вьетнаме показал свою эффективность и ВМС США хотели получить более современную версию этого штурмовика. Поэтому поставили задачу компании Грумэн как можно скорее разработать улучшенную версию. И уже в 1968 году впервые поднимается в воздух ЕА-6Б «Проулер». Испытания продолжались в течение следующих двух лет. И уже в 1971 году «Проулер» принимают на вооружение. Что в целом собой представляет этот самолет. В длину «Проулер» 18 метров 24 сантиметра. Высоту 4 метра 95 сантиметров. Размах крыла 16 метров 15 сантиметров. Пустой самолет весит 15 130 килограмм. Максимальный взлетный вес составляет 29 480 килограмм. Тут уже четыре члена экипажа в двух кабинах. Спереди все так же размещается пилот и один из операторов систем. А в задней части размещаются два оператора систем радиоэлектронной борьбы. Фонарь первой и второй пары экипажа покрыт специальной защитной пленкой. Это необходимо, чтобы защитить экипаж от того уровня излучений, которое создает система постановки помех. Установили два новых двигателя – Pratt & Whitney J52P408 с тягой в 5100 килограмм сила. «Проулер» может лететь с максимальной скоростью в 1050 километров в час. Крейсерская скорость составляет 774 километра в час. Можно использовать до 6995 килограмм топлива во внутренних баках. И на пяти узлах подвески можно использовать еще пять внешних топливных бака, в которых содержится по 1514 килограмм топлива в каждом. С полными внутренними баками штурмовик может лететь на максимальное расстояние до 2620 километров. А с использованием еще и внешних топливных баков перегонная дальность составляет 3252 километра. Максимальная высота полета составляет 12612 метров. Насчет оснащения этой версии. Основным элементом является система постановки помех AN-ALQ-99, которая состоит из нескольких компонентов. Основные антенны этой системы размещаются в специальном контейнере, который расположили сверху на киле. Плюс дополнительные антенны расположены на хвостовом оперении. Всего 8 приемных антенн этой станции располагаются на киле самолета. Другое оборудование этой системы для постановки помех устанавливается в специальных контейнерах на узлах подвески. В каждом таком контейнере используется свой электрогенератор для питания систем. И в каждом контейнере расположено по два постановщика помех, которые покрывают один из семи диапазонов частот. В дополнение стоит сказать, что можно использовать противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Как правило, на пяти узлах подвески используют один подвесной топливный бак, пару ракет HARM и два контейнера с постановщиками помех. Это расширяет возможности по подавлению радаров противников и дает возможность подавить радиосигналы, а в итоге поразить вражеские радары, чтобы союзные самолеты могли эффективно выполнять свою миссию. Сама система постановки помех AN-ALQ-99 может работать либо автоматически, либо управляться при помощи трех членов экипажа. То есть система автоматически может обнаруживать и распознавать цели, выбирать цели по приоритетности, выбирать частоты, на которых надо подавлять сигнал и тому подобное. Система может работать в полуавтоматическом режиме, когда необходимо вмешательство оператора. И есть еще полностью ручной режим, когда все действия выполняются исключительно операторами. На Праулере еще установлена станция индивидуальной защиты AN-ALQ-126, которая осуществляет постановку ответно-импульсных помех и может подавлять сигнал ракет, который использует радиолокационную головку самонаведения. И еще установлен приемник для проведения разведки AN-ALP-42. Он получает данные о радиоэлектронной обстановке и передает всю информацию на бортовой компьютер. А бортовой компьютер уже далее распределяет всю информацию на необходимые системы. С момента принятия на вооружение EA-6B Праулер он успел принять участие в боевых действиях в Гренаде, Ливане, Ливии, Ираке, Боснии и Афганистане. Еще на тот момент в существующей Югославии его тоже использовали во время хорошо известной бомбежки для подавления радаров. Праулер очень успешно использовали в ходе операции «Буря в пустыне». В 2003 году в Ираке он тоже себя проявил. И если интрудер был снят с вооружения в 1997 году, то Праулер был снят с вооружения только в 2019 году. И к этому периоду он несколько раз модернизировался. Одна из последних модернизаций получила обозначение EA-6B блок 89A и была представлена в 2000 году. Улучшили систему постановки помех, что позволило работать в более широком частотном диапазоне. Поменяли авионику и установили новую, улучшенную цифровую систему обработки информации. Установили инерциальную навигационную систему LITON-LN-100G с GPS-приемником. Установили новую станцию постановки помех AN-UCQ-113-V3, которая специально предназначена для обнаружения и подавления голосового сигнала и подавления каналов передачи данных. Была установлена новая станция индивидуальной защиты AN-ALQ-218, которая была дополнена новыми возможностями, что позволило ей определять больше потенциальных угроз в более широком спектре и успешней их подавлять. Добавили цифровой канал передачи данных, что позволило Праулеру обмениваться данными с другими самолетами. Хоть и Интрудер, и Праулер уже не используются ни в МС США, ни корпусом морской пехоты, они оставили очень весомый след в американской истории и дали толчок для многих современных разработок, которые сегодня делают разницу на поле боя. Что ж, это был штурмовик А-6 Интрудер. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.